Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Амаркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента. Сегодня, поскольку понедельник, мы проведем вебинар. Причем тему этого вебинара можете определить вы посредством голосования все в том же телеграмм канале. В ближайшие часы вам будет представлено несколько тем на выбор. Та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет центральной в ходе моего сегодняшнего выступления. Ну что ж, друзья, главное событие этой недели, и я позволю все-таки предположить, что не только недели последних месяцев, это заседание американского регулятора. Начнется она во вторник, в среду будут подведены итоги. Ставка, именно комментарии по поводу ожиданий по экономическому росту со стороны Федрезерва и планы по тому, как будут корректироваться основные параметры денежно-кредитной политики, все это задаст тон движению американскому доллару и, соответственно, прочим активам валютного рынка Форекса. Но не забывайте, что такого рода события, как заседание американского регулятора, также влияет и на прочие финансовые инструменты, фондовый рынок, рынок облигаций и сырьевых активов тоже. Поэтому каким бы инструментом вы бы не торговали, друзья, каким бы активом не интересовались, я уверен, что волатильность будет значительной и скучать не придется никому из нас. По поводу ожиданий того, что будет и какое решение может быть принято американским регуляторам. Я уже много раз говорил, что текущие условия идеальны практически для того, чтобы американский регулятор пошел дальше прочих центральных банков развитых стран и анонсировал повышение процентной ставки вплоть до 100 базисных пунктов за раз. Но в то же время, если опираться все-таки на прогнозы экспертов, основная точка зрения предполагает, что ФРС максимум, насколько повысит процентную ставку, это 75 базисных пунктов. Причем локальная слабость индекса доллара, за которым мы следим, он сейчас котирует в стопленке 106,5. В последние недели была бы условлена тем, что некоторые из голосующих членов высказались в пользу того, что лично не будут голосовать за повышение ставки на 100 базисных пунктов вот на текущем заседании, потому что считают это решение пока что преждевременным. Но я хочу отметить со своей стороны, друзья, что даже если ставку не повысить на 100 базисных пунктов сейчас, это вовсе не означает то, что американский регулятор не созреет на такого рода агрессивный шаг в рамках оставшихся заседаний этого года. И поскольку я сторонник идеи того, что потребительские цены будут расти, они будут опираться на восстановление цен на энергоносители, на рост цен на нефти, я уверен, что инфляция на пиковых значениях в США может коснуться 10%. И американскому регулятору придется активнее повышать ставку, поэтому оставляю в силе свой прогноз, что уровень, до которого будет поднята ключевая ставка американского регулятора до конца этого года находится в диапазоне 3,5-3,75%. Если вы зададитесь целью и попробуете найти также вот эти консенсус ожидания по тому, где находится нейтральный уровень процентной ставки, вы увидите, друзья, то, что большинство участников рынка, инвесторов, трейдеров и экспертов полагают, что действительно наставка, ключевая ставка ФРС будет повышена от доуказанного диапазона. Это значит то, что впоследствии, в ближайшие недели, месяцы мы будем наблюдать за продолжением ралли американских облигаций, которые будут тянуться к вот этому пока что целевому уровню нейтральной процентной ставки. И за этим, безусловно, будет следовать индексы американской валюты. Темпы роста инфляции остаются запредельными. Это главный аргумент для ФРСа, тем более, что американский регулятор нас уже тысячу раз предупреждал, что плевать хотел на темпы экономического роста, на опасения относительно рецессии в текущих условиях беспрецедентного роста инфляции. Первая очередная задача – это закрыть вопрос с дальнейшим ростом инксопотребительских цен. Поэтому активное повышение ставок продолжится. Еще один очень важный фундаментальный релиз этой недели – это публикация данных по ВВП, друзья. Это первая оценка второго квартала. Выйдет этот отчет в четверг, то есть уже после заседания американского регулятора. И если полагаться на теорию, то, соответственно, цифра со знаком минус за второй квартал уже должна стать подтверждением того, что американская экономика оказалась в рецессии. Потому что в случае снижения квартальных показателей на протяжении двух кварталов подряд, это подтверждает то, что экономика вступила в период затяжного экономического спада. Но заранее, что неделю назад, что даже еще раньше, я уже отмечал, что по моему мнению американская экономика уже оказалась в рецессии во втором квартале. Поэтому для меня эти цифры не то, чтобы станут нечто новым именно по экономическому спаду, к чему трудно подготовиться заранее. Я уверен, что рецессия уже наступила, поэтому рекомендовал вам много раз смотреть на доллар как на актив. Идеальный с точки зрения страховки, защиты и вообще актив идеальный с точки зрения того, в котором можно находиться в условиях мирового экономического спада. Очень много релизов, которые мы разбирали в последнее время по статистике, указывают на то, что экономическая неопределенность, она уже характеризует американскую экономику. Вот в частности, повышение ставки ключевой до 1,75% уже повлияло на рынок недвижимости. В июне продажи домов снизились на 350 тысяч. Это серьезные снижения. Это значит то, что американцы, которые очень чувствительны к повышению потечных ставок, уже сталкиваются с трудностями того, что ужесточение политики – это действительно фактор, разгоняющий и увеличивающий риск рецессии и экономического спада. А если мы просто снова вернемся к тому, что с текущего уровня 1,75% ставка будет поднята до того уровня, который я называл, то есть до 3,5%, вы представляете, насколько сильно может просесть дополнительно еще рынок недвижимости. Количество первичных заявок на пособие по безработице растет уже, по-моему, четвертую неделю подряд, и сейчас мы видим максимальное значение за два месяца. Индексы PMI производственного сектора 47,6%, спад ниже 50%, то есть вот, пожалуйста, промышленность американская находится на территории затяжного экономического спада. Но какие нужны еще доказательства того, что рецессия уже наступила? Нужно называть вещи своими именами и, соответственно, относиться к доллару, как активу, которая имеет кучу фундаментальных оснований для роста. По другим финансовым инструментам европейская валюта 1,02-06, ЕЦБ повысит ставку на 50 базисных пунктов. Ну, собственно, даже при текущем раскладе того, что ставка находится на планке, ставка рефинансирования 0,5, ставка ФРС 1,75 и вырастет еще на 75 базисных пунктов, как минимум в рамках этой недели, позволяет нам снова говорить о существенном, разительном контрасте монетарных политик и больше привлекательности, прежде всего, американского доллара. Европейская экономика продолжит оставаться под давлением ухудшающейся внутренней европейской экономической конъюнтуры. Причем здесь нужно говорить о слабой статистике. Индексы производственной активности Германии, друзья, минимум за 25 месяцев. Индекс активности в сфере услуг Германии, минус за 7 месяцев. ПМА Еврозоны в целом тоже минимум за 2 с небольшим года. Сфера услуг в Еврозоне, минимальное значение за, по-моему, 14 или 15 месяцев. Ну, сами видите, какие исторические, по сути, антирекорды, и я думаю, что экономические условия еще больше ухудшатся. Политический кризис в Италии, именно риск фрагментации экономики Еврозоны из-за того, что страны периферийные с высокой долговой нагрузкой могут просто не справиться с ужесточением монетарных условий Европейского центрального банка, который является как бы основополагающим системным звеном всей европейской финансовой системы. И худшие времена, как многие отмечают, еще только впереди, они проявятся уже осенью и зимой, поэтому я рекомендую пока что смотреть на евро, как на актив, сохраняющий потенциал для оснижения. Золото 1727, UBS прогнозирует золото, правда, под конец этого года, на уровне 1650 долларов за тройскую унцию. Я думаю, что мы доберемся до указанной цели раньше. Отчет CFTC, Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, указывает на то, что общее количество спекулятивных лангов снизилось до 95 тысяч. Я попробовал сейчас быстро перед эфиром в истории найти, когда последний раз было такое низкое количество контрактов, но это точно период за 5 или даже за 7 лет. То есть тогда, если мы посмотрим, цены на золото были гораздо ниже текущих значений. Поэтому есть куда падать. Нам не нужно каких-то немыслимых значений, там 1500 долларов за тройскую унцию. Нам нужно сделать цель 1670-1650, и пока что потенциал для этого есть. Доллар иена 136.14. Ждем, собственно, заседания американского регулятора, который легко может вытащить пару к новым максимумам и, соответственно, приблизить нас к цели в 140 иен за 1 доллар. И рынок нефти пока без изменений 97.60. Я лично настраиваюсь и жду дальнейшего восстановления рынка нефти. Опять же, подробности по именно потоку и по тому, сколько нефти сейчас транслируется через газопровод «Северный поток». На этой неделе мы получим, но пропускная способность там, как мы помним, сейчас существенно ниже, чем те показатели, которые были до того момента, как газопровод был отправлен на техническое обслуживание. Отношения портятся, осень уже близко и, соответственно, прогноз, который я строил из сохраняющегося дефицита, предложение движения активов выше 110 долларов за баррель, он остается в силе. Друзья, обращаю ваше внимание, что поскольку очень много сейчас завязано на заседании американского регулятора, вы должны из всего многообразия активов, которые я обозначил, выбрать то, что вам интересно. Потому что, имейте в виду, если будет развиваться альтернативный сценарий, когда индекс доллара не получит должной фундаментальной поддержки вот сейчас, то, соответственно, его слабость приведет к росту рисковых активов, приведет к росту золота и к снижению пары доллар-иена. Чтобы не попасть в просаг по большинству этих инструментов, именно разнообразьте вашу торговую активность, выберите что-то конкретное из указанных торговых идей. А если вы предпочитаете работать с тем инструментариями, которые я обозначил и полностью согласны с моей точки зрения, не забывайте, что в совокупности по всем торговым сделкам ваше кредитное плечо должно быть не больше, чем 1 к 10. Если есть фундаментальные пробелы, что такое риск-менеджмент, что такое плечо и как соблюсти условия, которые я отметил, вам нужно проконсультироваться с вашими персональными менеджерами компании Амаркетс, которые окажут вам самую профессиональную помощь. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!